Всем привет из Австралии! С вами Светлана. Сервировка стола очень похожа на работу художника. Вначале выбираем цветовую палитру и скатерть, элементы декора и добавляем свой личный штрих для создания шедевра. Совсем не обязательно покупать специально декор ко дню Святого Валентина. Если у вас дома завалялись игральные карты, даму и короля можно использовать в качестве декора. Согласитесь, в этом что-то есть. Дама и король в паре или поодиночке внесут дополнительный штрих в романтический обед или ужин. Букет цветов чудесно дополнит сервировку стола или же станет основным ее акцентом. Те же цветы, но другой эффект. Цветы можно разместить не только в вазах, а создать из них композицию в форме сердца. Я, например, использовала здесь подставки для яиц, но маленькие стаканы это тоже прекрасная альтернатива. Чтобы добавить немного тепла и уюта, я всегда стараюсь добавить несколько различных свечей в настольный пейзаж. Свечи вносят некую таинственность, загадочность и романтизм в декор как стола, так и интерьера в целом. Если банальные варианты с подсвечниками вам не по душе, можно использовать любые емкости, наполнив их водой и создав композиции из свечей и цветов или добавив только лепестки роз. Чтобы не устать от приготовлений, в том числе и приготовления завтрака, обеда или ужина, я советую акцентировать внимание на оригинальной подаче как напитков, так и блюд. Как всегда в видео «Ко дню Валентина» я предлагаю несколько рецептов сердечного меню. Самый простой вариант приятно удивить и подарить знак любви с утра – это сделать кофе с валентинкой из корицы или какао. На создание трафарета из пергаментной бумаги или картона нам понадобится всего 2 минуты, а дальше всё просто. Приготовить кофе, взбить молоко, накрыть чашку трафаретом и посыпать корицей или какао. Я уверена, что отличное настроение вашей любимой или любимого человека гарантировано на весь день. Лично для меня День Святого Валентина – это больше, чем праздник влюблённых. Ведь влюблённость – это состояние нашего сознания в какой-то период времени, и со временем влюблённость может перейти в любовь. День Святого Валентина для меня – это день празднования любви во всех её формах. Для приготовления романтичного десерта нам понадобятся ягоды, форма в виде сердечка для вырезания печенья и всего 5 минут на приготовление. Вместо арбуза можно использовать ананас или яблоки. И в качестве наполнителя сердечек красиво будут смотреться зёрна граната. Возможно, кому-то из вас понравится идея дополнить такой десерт одним или несколькими шариками мороженого. А салат с валентинками сможет покорить сердце каждого. Вкусно, полезно и, на мой взгляд, очень красиво. Свежие огурцы можно заменить маринованными или солёными. Болгарский перец – свежий или отварной морковью. Прекрасным ингредиентом в зимнем варианте этого овощного салата будет яблоко. Свежая или квашеная капуста отлично заменит листья руколы. Самое главное – не унывать, а проявить свою фантазию. Согласитесь, что не нужно ждать 14 февраля, чтобы сказать слова любви и благодарности любимому человеку и нашим родным. Но и игнорировать этот день я бы не советовала. Ведь столько прекрасных, замечательных идей, которые помогут сделать этот день по-настоящему особенным и оставят в нашей памяти прекрасные воспоминания. Простые и интересные идеи приготовления блюд и оформления стола смотрите в моих предыдущих видео в плейлисте «День Валентина». Ссылка вверху и внизу под описанием к этому видео. В преддверии Дня Святого Валентина я желаю всем моим прекрасным зрителям открыть свои сердца и не упустить ни малейшей возможности напомнить друг другу о своей любви. День Святого Валентина – это идеальный повод для того, чтобы добавить в наши будни немножко нежности и ярких впечатлений. Всем любви и до встречи в моем новом видео. С вами была Светлана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok